приветствую всех у себя на канале и подписчиков и гостей которые ко мне заглянули меня зовут наталья сегодня будет влог о вязании покажу что сейчас вижу мой кардиган из тонкой пряжи и планирую его сделать очень длинным и так как он вяжется достаточно долго расскажу еще на что я отвлекаюсь в процессе самого начала я набирала айкордом петли то есть через айкорд набираются петли но какой бы номер спите не брала все равно вот после айкорда эти набранные петли начинают разъезжаться прямо возле самого айкорда дальше они себя ведут хорошо то есть я перешла себе на большие спицы и все пошло ровное полотно именно возле айкорда все плывет и на точках разворота мне не очень нравится когда я перешла на другой цвет поэтому я буду менять это на передней части айкорд мне в общем-то понравился вот именно отдельный зеленый айкорд а все остальное цветное смотрится хорошо смотрит мучилась я мучилась как бы мне айкорд этот сделать но не хочет эта нитка ни в какую видно она сильно тонкая и некрасиво расходится после айкорда прямо какая-то пустота идет хоть хоть что там сделаем поэтому я решила не мучиться четвертый раз то есть три раза я попробовала решила 4 раз не мучиться и сделать сделать вот так все простенько буду постепенно по мере того как у меня заканчивается нитка менять нитку потому что у меня вот это с люрексом нитка уже в принципе заканчивается а я хочу ее на всякий случай оставить вдруг она мне понадобится или на рукавах или где-то внизу или я потом захочу именно ею сделать айкорд все вывязать в общем я ее оставлю чуть-чуть и пойду уже переходить на другую нитку чему я именно зеленой ниткой хочу начать и обвязки у меня больше будет зеленой потому что она мне идет она мне к лицу а вот как раз коричневая особенно бежевая мне вообще не идет и поэтому я ее пускаю пониже тем более тут где вверх мне собственно можно там любые полоски а вот как раз там где бедра папа я там их не хочу вот мой промежуточный вариант я уже в нескольких видео показывала когда разбирала пряжу и с круглой кокеткой видео мне очень нравится сочетание этих цветов по плотности они тоже приблизительно подходят очень приблизительно никак у меня не получилось тут прицепить айкорд и поэтому вязала обычным способом буду потом подцеплять под кромочная и возможно это будет и не айкорд там где планирую пришивать кнопки я сделала такую дорожку две лицевые 1 изнаночная для того чтобы уплотнить планку я конечно сначала собиралась пуговицы делать но когда я уже выбирала пуговицы и никак не могла их выбрать не вот на глаза попались кнопки такого интересного цвета латун я решила что я на них остановлюсь вниз хочу вязать зеленым вот этим темным для того чтобы в тех местах то есть это бедра папа чтобы в этом месте было все темное она рукава уже что останется ну вот вижу я вижу да на данный момент у меня уже тут 70 сантиметров я померила значит печали в чем что клубочки мои заканчивается у меня еще рукава вот и я тут тоже хочу как минимум полоски сделать хотя бы уже буду довязывать их светлой пряжи такая с люрексом у меня в принципе уже закончилась я ее оставила там чуть-чуть на возможно обвязку какую-то реально очень трудно определить сколько из нее можно провязать вот она очень тонкая почти как катушечный в общем то вяжу их 4 моточка 1 моточек вот у меня как раз закончился и это меня побудило остановиться и сейчас я перейду на рукава потому что у меня еще остался два моточка которых побольше мне конечно хочется чтобы зеленого хватило как можно дольше потому что я планирую 90 95 сантиметров чтобы была длина но я в общем то ну не знаю насколько мне хватит вот этого в принципе для длину я не хочу жертвовать то есть я хочу чтобы это было максимально длинно вплоть до того что я буду в таком случае довязывать вот этой светлой ниткой темная у меня уже то есть вот эту с люрексом я уже нету рукава поэтому я сейчас делаю пройму и сделаю там полосочки вот эти но провязывать буду вот такой светлый рукава основная сложность это будет вязать сюда айкорд ну может и не сложность но это самое такое то что я хотела сделать как бы изначально но не получилось айкорд скорее всего будет везде хотя по рукавами внизу я еще планирую ввести резинку вот это пряжа резинки не держит но вот вот это пряжа резинку держит сделала я тут вот горизонтальная вытачка принципе еду даже видно я очень надеюсь что при выстирке это все разгладится тут прямо точки такие точки разворота вроде видны ну в общем тут дальше да в плане нитки вот она вроде тонкая то мне казалось что она очень тонкая непонятно сколько мне не хватит оказалось что вообще не хватит тут я уже ориентируюсь то есть я постоянно взвешиваю как бы для того чтобы сориентироваться мне казалось что ее как раз должно хватить до самого низа но теперь я понимаю что скорее всего это я погорячилась вряд ли ее хватит до самого низа в общем я к чему значит гладью вязать абсолютно в этом плане не скучно когда вы вяжете из остатка вы все время вам надо перед перри ориентироваться я постоянно думаю как мне эти полоски расположить что пойдет лучше внизу как это будет выглядеть попутно я просматриваю например у кого там есть какие-то полосатые платья кардиганы длинные именно длинные как расположены полоски чтобы как-то выйти из этого положения поэтому был у меня такой участок где мне казалось ну все сейчас пойдет гладь это будет скучно это было ровно там ну какой-то период было так дальше уже уже как-то все время мысли работает как я буду сочетать и потому что пряжи меня уже я понимаю в обрез это я ловлю петли подреза и будут переходить на рукава и так как нитка тонкая очень переживаю чтобы эти мои подреза не растянулись вот эти петли крайне отказалась я от резинки на манжетах сделала все-таки айкорд вот такую полосочку проложила и сшила иголочек в плане плотности скажу что я специально все вот этим манипуляция оставила именно там где идет расширение потому что по плотности пряжа у меня абсолютно разная и я побоялась даже вы тут на локте делать я в сомнениях про вот эту полоску значит плата пряжа по плотности абсолютно разные вот это в 3 нитки это в 4 нитки это ализе с люрексом по рядности они тоже разные то есть в одном сантиметре тут 3 и 6 по моему вот это зеленая тут все четыре ряда в сантиметре и я когда стирала образец меня еще почему сомнения потому что когда есть постирала образец у меня значит так получилось вот эта пряжа зеленая она расправляется распушь распушивается становится ее как бы по объему больше чем вот этой коричневый бежевый и а бежевая вот это это стопроцентный беренос она наоборот она получается с ней по сути ничего особенного не происходит но чуть-чуть может быть сжимается она то все-таки стопроцентная шерсть как ни крути то на себя немножко по-другому ведет чем вот это и поэтому вот к примеру на рукаве я сделала вот здесь вот на манжете я не не переживаю потому что у меня тут дальше идет уже сужение стягивание манжета и я думаю что надо будет как раз хорошо смотреться даже если тут что-то с ним случится тут где идет расширение тоже особо не переживаю я не думаю что то что-то кардинально должно с плотностью происходить то есть визуально потому что она идет все расширение а вот вот эта полоска на рукаве мне не пойдет ли вот те ряды будут зеленые более пышные а вот этот беж сбежится не будет ли тут такое ну фолдить или как сказать не знаю длину то я хочу ну как минимум 90 сантиметров кардигана а вот это все что осталось у меня зеленая пряжа это всего 70 грамм довязывая рукава и буду понимать что у меня останется с вот этой бежевой мне конечно я не хочется пускать вниз мне хотелось бы чтобы не спал полностью зеленые но я понимаю что я уже больше половины истратила на все это дело плюс у меня еще остается полностью мне надо обработать все изделие и я самое основное что я хотела почему я тут вот и изнаночные петли везде оставляла я хочу все так как достаточно тонкая нитка а вяжу то я на толстых спицах но на толстых это на тройке для нее для этой пряжи это толстые спицы мне обязательно надо будет сделать тут каркасик для того чтобы она не плыло не не порастягивать каркас я планирую сделать и по вот этим ключевым линиям которые регланные а также вот здесь по горловине по полочкам внизу нет но по горловине причем по горловине скорее всего это будет абсолютно полностью вся горловина по рукавам тоже нет по бокам да и в общем в общем везде где возможно я скорее всего проложу крючком такой тамбурный шов где-то он будет видимым например вот здесь я планирую что он будет видимый к примеру вот здесь я планирую что он будет видимый я тут делала вот резиночку и я планирую что я тут все подхвачу значит пуговицы я не делала будут кнопки сейчас я их покажу в общем в общем то вот пока пока на таком этапе время от времени мне конечно хочется на что-то отвлекаться потому что процесс идет достаточно долго из-за того что все очень тонкая но и длинная конечно пока у меня только 70 сантиметров и поэтому я как бы немного так ну и покажу на что отвлекаюсь хочу про себя сказать что я не могу отвлекаться от вязание вязание ну может быть и придется когда-то так делать могут на сейчас меня как-то так не получается на вязание вязание откладываю и занимаюсь чем-то другим это может быть и кулинария последнее время мне почему-то стало нравится вышивка также покажу броши тоже мою как бы не сильно давние увлечение и в них я как бы нахожу какие-то вот я допустим вышивала бисером кристаллами теперь мне интересно допустим блины вышивать и весна лето хотелось мне конечно это видео записать на улице на настолько как-то шумно ветер и просто из-за ветра ничего абсолютно не слышно поэтому я перекочевала сюда все рассказывает что отвлекаются на вязание вязанием я честно говоря на вязание вязанием не могу я отвлекаться мне надо отвлекаться на что-то другое абсолютно но так как я вот у меня была поездка ненадолго за город очень такая приятная все мне очень понравилось я взяла с собой вязать носочек я не могу сказать вроде мне и время там было и тем не менее вот какое-то общение какой-то другой режим природа отличная и я нет я не вязала единственное что для себя вот связала такую резинку все я в процессе как же вот этот эластичный край сделать как он будет более интересный приятный и красивый я все еще не бросаю свои изыскания кстати мне очень понравился вот этот я вот почему-то думала что на четырех спицах очень тяжело его делать оказалось нет как бы оказалось в общем то ничего сложного нету самое главное понять за что ты тут будешь подцепливать первые две петли очень важно там прицелиться чтобы было ровно и все дальше пошло как по маслу все действительно мягенько эластична тут единственное что наверное надо брать разный номер спиц для того чтобы не было вот я тут резинкой не делала а только гладили получается она как-то как на одном уровне а хочется чтобы она чуть-чуть было тут будет присобрана эта вещь мне понравилось очень легко оказалось вот все мои страхи но тем не менее отвязание длинного кардигана на вязание пусть даже и носочков я как-то не готова поэтому за время своего такого вязание время от времени отвлекалась на броши даже резиночку такую детскую сделала одну правда на вторую тоже наверно потому что лето весна не хочется даже как-то времени хочется больше проводить время на природе конечно большая разница между природой в городе и природой я очень редко бываю выезжаю куда-то и поэтому тем как-то мне приятнее это все понравилось в общем я в таком восторге просто давно не было нигде получила море удовольствия вот на такой брошь пока я вяжу я отвлекалась и мы вот эту если вам интересно как и такие броши сделать я сняла видео вы можете плей пройти в плейлист броши и сделать себе такое либо что-то похожее также я завела в instagram хэштег броши с деревянка я его оставлю под видео и вы сможете там публиковать те броши на которые я вас например вдохновила может быть кстати такое же сделать по вязанию ответьте мне в комментарии если да то я заведу такое хэштеги по вязанию во первых мне это будет очень приятно что я вас на что-то вдохновила и вы покажете свои работы затем это обмен такой обратная связь это тоже всегда очень приятно плюс другие посмотрят какие варианты можно сделать потому что даже если вы что-то вам кажется что вы копируете то на самом деле вы не копируете а делаете все равно свое потому что у вас свой материал у вас свое представление как это будет как вам сделать удобнее может быть проще или красивее и в итоге даже может получиться абсолютно непохожие вещи и я даже не догадаюсь чем именно я вас вдохновила поэтому пишите мне пожалуйста мне будет интересно нужен ли такой хэштег хотите ли вы выставлять свои работы на которые я вас вдохновила в инстаграме надеюсь что следующем видео покажу уже готовую работу и буду о ней рассказывать и как я вышла из вот этого положения обвязки горловины и полочек айкордом покажу уже готовую работу что у меня там с низом приключилась не хочется чтобы этот кардиган стал долговязан лето и я тороплюсь вообще-то его довязать потому что мне не хочется уже когда будет жара большое изделие из шерсти держать на коленях или даже стоять просто даже в руках держать его очень тяжело потому что было у меня прошлое лето я довязывала свитер в подарок подруге из кидмохира и я помню свои такие переживания что я его просто готова была забросить спасибо что были со мной до новых встреч